Приветики мои котята, с вами Прико и добро пожаловать в Wolf Tales. Итак, наконец-таки я снимаю эту игру, сегодня решила я открыть сундук чемпиона. Я снимаю это видео в понедельник, скорее всего вы его увидите во вторник. И давайте посмотрим, на 22 месте мы закрыли прошлую неделю, в принципе неплохой результат. Где-то примерно в этом периоде мы все время и держимся, никак не можем попасть в десятку лучших, к сожалению. Нею. Нам уже грозит скоро 35 уровень нашей гильдии. Давайте сейчас откроем 10 уровень сундука. Это еженедельный сундук, который дают гильдии каждую неделю. Здесь у нас получается 3 золотых сундука и, к сожалению, ни одной фантастики не выпало. Но зато 50 гемов дали и очень много ресурсов. Отлично. Открываем сундук чемпиона. На этой неделе я, в принципе, ничего такого особенного не жду. Но нам летит фантастика и новый дух кенгуру. Обалдеть, валюта 500. Класс. У меня еще не было духа кенгуру и на следующей неделе, то есть на этой неделе, нас ждет грифон. Очень сильно хотелось мне этого грифона. Не знаю, получится ли у меня его выбить в этом сундуке или нет. Переключаюсь на дракона, потому что на драконе у меня все духи. Ну, не только у меня, у всех. Поэтому переключаемся на кенгуру. Еее, какая красота. Слушайте, мне пришла идея. Давайте попрыгаем за кенгуру немножечко. И, наверное, пэтов всех поставим маленьких кенгурят. Потому что у меня их много, как вы знаете, по-моему, 4 кенгуренка. Ого, как высоко прыгает кенгуру. Ничего себе. Или мне кажется так. Может быть, попробовать забраться на эту скалу? Ну-ка, ну-ка, давайте попробуем. Знаете, кенгуру достаточно высоко прыгает. Или, может быть, кажется. Обалдеть. Я на краю карты. Еее. Класс. Ой, слушайте, я так довольна. Прямо, я даже не знаю. Наверное, больше мне кенгуру нравится, чем новый скин дракона. Так. Сейчас мне нужно будет прийти в логово для того, чтобы переключить наших пэтов. И поставим маленьких кенгурят. И теперь у нас будет целая семья. Мама кенгуру с кенгурятами. Так, это я не здесь. Подождите-ка, я забыла, где у нас переключаются пэты. Ага, все, нашла. Снарядить товарищей называется. Этих всех снимаем, потому что я уже устала с ними играть, если честно. Так, и ставим маленьких кенгурят. Так, оборудуем первого кенгуренка, второго. И оборудуем третьего кенгуренка. Еее, больше трех, к сожалению, сюда поместить нельзя. Выходим из логова. Сейчас утро, нужно дождаться, когда будет день, чтобы просмотреть их повнимательней. Очень, ну да, мне не нравится такой период дня, к сожалению, для съемок. Он не очень хороший. Ну вот, наконец-таки день. Можем рассмотреть наших кенгуру. И, наверное, давайте сходим на события. Очень сильно хотелось бы сходить на битву с боссами, но, к сожалению, я уже пробовала. Матч у меня не находится. Конечно, эта битва не так популярна, как, допустим, вот эти вот события. Поэтому мы выходим на события логова дракона. Вот, сейчас немножечко поохотимся, вот, в логове дракона. И поиграем за наших кенгуру. Ну, здесь матч очень быстро находится. Потому что за события дают очки гильдии. Сейчас все охотятся за этими очками, все набирают очки гильдии. Вот, это очень важно. Если в ивенте битву с боссами поставят в награду очки гильдии, мне кажется, этот ивент будет очень популярным. Ну, потому что, действительно, игра интересная. Мини-игры очень интересная. Вот, ну, про них все забыли. И, к сожалению, эти бонусы, которые там предлагают, никто не зарабатывает. Сундуки золотые никому не нужны. Так, играем за кенгуру. Это так необычно вообще. Ну, если честно, необычно и непривычно. Отлично. Ух ты. Кристалл разбивается с трудом. Но мы 70-го уровня. У меня здесь достаточно все высокого уровня, поэтому нужно будет постараться. Половина кристалла только разбили. Включаем все бонусы, которые у меня есть. Давно я не ходила на события, если честно. Я зарабатываю очки гильдии только открытием сундуков. На события хожу, когда, допустим, в гильдии очень много моих сагильдийцев онлайн. Мы тогда создаем вечеринку. Ну, сейчас раннее утро. Как всегда, я же снимаю видео ранним утром обычно. Потом бегу на работу. Так, какой еще кристалл будем разбивать? Куда больше всего игроков бежит? Не знаю, не знаю. Ну, давайте туда. Может быть, вы видите кого-то... То есть, вы видите себя. Я не знаю. Мне кажется, я играю сейчас иностранцами. Здесь, наверное, мало русскоязычных игроков. Так, этот кристалл тоже уже почти разбили. Класс. Здесь уже побыстрее дело идет. Ну, я смотрю на кенгуру. Ой, тут кто-то играет за кошку. Класс. На этой неделе можно будет ее выбить. Давайте постараемся убедиться. Может, все-таки войдем в десятку лучших. И моя мечта исполнится. И мы выбьем эту кошку. Не знаю, не знаю. Ну, там шанс, конечно, вероятности повышается значительно. И можно выбить такую кошку. Она очень классная. Это моя мечта. Мечта номер один. Это дракон-мотылек. И мечта номер два. Это вот такая кошка красивая. С крыльями. Я не помню, как она называется. Небесная, что ли? Ну, что-то типа этого. Небесная пума или сияющая... А, сияющая пума, вспомнила. Я же только что смотрела. Так. Ну, вот уже практически разбились и кристаллы. Чуть-чуть совсем осталось. И мы уже пойдем бороться с боссом. Пишите в комментариях, какое событие вам нравится больше всего. Вот это событие мне нравится. Так, отлично. Я уже выполнила какой-то квест ежедневно, скорее всего. Это здорово. Когда в событиях засчитываются квесты. Вот, потому что здесь же мы тоже и охотимся. Те, кто охраняет этот кристалл, они же тоже погибают. Получается, охота происходит так. Все, ждем дракона. Ну, все, сейчас начинается самое интересное. Сейчас будем биться с магнусом пожирателя. Очень такой страшный дракон. Очень сильный. Здесь нужно будет уже, наверное, включать лечение. Но пока что, вроде бы, как обходимся без лечения. Класс. Ну, слушайте, так неплохо мы с ним справляемся. Очень-очень быстро. И меня практически не повредили. Надеюсь, если он включит лаву, то, конечно же, пострадает. Вот, подождите-ка, здесь баг, что ли, какой-то? Получается, у моего кенгуру практически не исчезает хп. Хотя я, по-моему, стою. А, нет, я в лаве не стою. Но мне казалось, что я стою в лаве. Нет, сейчас же я на данный момент стою в лаве или нет? Нет, я на камушек залезла. Не знаю, не знаю, это или баг, или я действительно не попадаю в лаву. Это очень странно. Ну, здесь, видите, как картинка меняется очень быстро, и я не могу понять, где я нахожусь. Но мне кажется, это баг. Ой, как классно играет за кенгуру. Нет, я не в лаве. Я тут удачно, удачно села на камушек. Все, отлично. Победа. Давайте посмотрим, что мы заработаем. Надеюсь, гп очень много. Так, 89 гп. Ну, окей, давайте откроем сундук бронзовый. Пропускать. Нет, гп здесь не дали, к сожалению. Ммм, печалька. Ну, 500 я бы получила с удовольствием, 500 штук. 500 гп. Окей, переключаемся. Ну, вот такое кенгуру. Пишите, пожалуйста, в комментариях свое мнение. Мне она очень понравилась, кенгуру. Ну, очень классно. И маленькие кенгурята пригодились. А то я с ними совершенно, совсем не играю. У меня кенгуру в кенгуру, смотрите. Маленькие кенгурята раздвоились. Так смешно выглядит. Надеюсь, вам понравилось это видео. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, если вдруг еще не подписаны, чтобы не пропустить следующие серии по игре Wolf Tales. А с вами была Прика, и увидимся в новых роликах. Субтитры подогнал «Симон»!